Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Наши отношения с мужем на грани развода, все дело во мне, я очень горделивый, проявляю эту гордость на своего мужа, могу спорить, доказывать свою правоту, даже если я не права. На протяжении нескольких лет я обещал мужу, что изменюсь, стану лучше, не буду проявлять свою гордость, но какое-то время у меня получалось, но потом опять гордость, эмоции могу накричать на него. Мы же это надоело, вечные ссоры, скандалы, теперь он в жизни не верит, что я могу измениться, я действительно хочу изменить себя, но не всегда получается, сейчас мы с ним находимся в разных городах. Он не настроен возвращать наши отношения, говорит, если хочешь вернуть отношения, поменяться, действуя, но я уже не буду стараться что-то возвращать, он уже не верит мне, как мне быть в такой ситуации. Как я могу одна вернуть его чувства и любовь к себе, если от него не будет поддержки? Ну что ж, давайте посмотрим. Первое, что вы делаете, это все берете на себя. То есть все ответственность за какие-то проблемы в отношениях вы берете на себя. Ну, я думаю, что если вы всегда были гордливы, да, то совершенно очевидно ваш муж знал на что шел. И я думаю, что если что его и обращает от вас, ну, в той или иной степени, то это не то, что вы горделивы, а пусть вы все время обещаете изменить. Вот, я думаю, что если бы вы не обещали бы измениться, ну вот, то есть если бы вы, ну вот, как это сказать, не говорили все время, типа, я изменюсь, я изменюсь, да, вот, а просто были бы собой в этом смысле, да, то есть, ну просто вот вы вот такая, какая вы есть, да, да. Вот, да, у вас там есть свои особенности, да, вы там, ну, с вами не просто, а, ну, бывают, да, то есть, вот. Вот, ну, и что, то есть, как бы, в этом смысле ваш муж, повторюсь, знал на что шел, вот, поэтому первое, что вы... на мой взгляд, делаете себе вовред, это как раз взваливаете все на себя, ну вот, это первое. Второе, то, что лишит, ну вот, ну, в основе вашей гордости, вот, то есть, что это за чувства, вот почему вы ссоритесь и так далее, очень похоже на то, что вы себя таким образом как-то защищаете об, ну, чего-то, вот, то есть, очень похоже на то, что вы себя так, ну, проявляете, вот. Вот, а, только вот, ну, таким вот, я бы сказал, да, несколько, ну, несколько деструктивным, да, способом. А, вот, то есть, по-другому вы, возможно, ну, не умеете. И это тоже, тоже такой довольно важный момент, вот, потому что тут очень важно не, значит, с собой бороться и себя менять. Как вы, вот, ну, ну, как вы это делаете, да, или как вы говорите, вот, а очень важно понять, что вы, что вы хотите выразить вообще. Вот, что вы хотите проявить. И вот, на мой взгляд, вам бы на это обратить внимание, в первую очередь. Вот, на мой взгляд, вам бы на это посмотреть. И просто изменить модель поведения. Немножко, то есть, учиться, 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 по-другому выражать свои чувства. Учиться, по-другому говорить о том, что вы, что вы, ну, что вы чувствуете. Вполне возможно, что за вашими, вот, так скажем, за вашей гордостью, за вашей горделивостью, как вы это называете сами, что вы чувствуете. Лежит, ну, вполне естественные, вполне понятные человеческие чувства, вот. Такие, как страх, такие, как, там, потребности, ну, какие-то ваши, вот. То есть, в этом абсолютно ничего нет, нет аномального. Вот, понимаете, да? А вы, вот, значит, относитесь к этому, как вот, ну, к чему-то очень деструктивному. Только потому, что вот так вот у вас, эээ, ну, так к этому относится ваш муж, ваш муж, муж. Вот, это, на мой взгляд, является, эээ, ну, таким, эээ, предательством, я бы сказал. Себе, вот, и я бы сказал, что, ну, делать этого не нужно, не нужно. Вот, нужно просто лучше себя, лучше себя, эээ, поисследовать, вот, чтобы, ну, понять, подсобраться, эээ, вот, в себе. И, всё, вот, это гораздо легче, 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 чем меняться. Но, эээ, очень важно понимать, вы для кого меняетесь? Для себя? Или для своего мужа? Опять. Вот. Ну, там, если вы меня, если вы меняете себя, это одно, баба, муж не нужен, для того, чтобы меняться. Но вы говорите, как мне, мне, вот, его любовь, там, мне, вот, вернуть его любовь, без его поддержки. Сам нужна его любовь. Эээ, то есть, получается, что вы хотите его любви. Если вы хотите его любви, значит, вы сами, эээ, с некоторым трудом, эту любовь выражаете и проявляете. Коли так, то я думаю, что за гордостью вашей может лежать, эээ, как раз таки, эта самая любовь, проявление этой самой любви. Которую вы немножко блокируете, вот, боитесь его выражать, не проявляете ее. Вот. Ну, по разным, опять же, причинам, да. Эээ, вот. То есть, эээ, могут быть, эээ, и опасения, ээээ, по поводу, ну, того, что, значит, как на это отреагирует, значит, ну, человек, да, и так далее. То есть, ну, много, ну, много, может быть, эээ, много может быть факторов. Вот. Поэтому я думаю, что, эээ, вот, на эти вещи нужно вам обратить внимание, эээ, вот, как минимум, как минимум на эти вещи. А дальше уже смотреть, в какую сторону, куда и как вы хотите двигаться дальше. Вот. То есть, если вы хотите меняться для мужа, то это история вообще не про перемены и не про то, что вы хотите измениться. Это история совсем другая, это история про то, что вам нужна его любовь, и когда вы любовь его получите, если получите, то все вернется на круги, на круги своя. Ну, по логике, по логике, эээ, по логике вещей, это абсолютно нормально. Ну, вот. Поэтому тут как-то так. В целом, это вот очень похоже на созависимость. То есть, вот вы спросите себя в первую очередь, мне зачем возвращать его чувства и любовь. Вот. Вот. Вот зачем. А если хотите измениться, так начинайте просто с психологом работать, да, и будут, будут, будут вам перемены, будут вам изменения, вот. которых вы хотите. Вот. Только сначала нужно провести грань за все ответственные вы, за все ответственный муж, а то вот все, когда человек все взваливает на себя, он потом точно так же может все и переложить на другого, вот. Что вы и делаете, вы говорите, как я могу вернуть его чувства, если он меня не поддерживает. Ну, так если у вас есть к нему чувства, вы можете просто их выражать. И все. Вот. Но вы себя обесцениваете, обесцениваете в их проявлении. И поэтому муж уже начинает обесценивать вас. Это, к сожалению, вот такая вот история. Заразительно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Кто не позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Общаться. Удачи.